Всем привет! Меня зовут Мария и в этом году я решила поучаствовать в конкурсе для преподавателей Skyeng Teachers Awards и неожиданно мой ролик заметили не только жюри, но и режиссер SkyTeach и попросили поделиться своим опытом преподавания онлайн. Моя специальность это юрист международник со знанием иностранных языков. Английский я знаю очень хорошо без скромности и на третьем курсе решила найти подработку. Так как устроиться по специальности на третьем курсе довольно сложно, решила поработать переводчиком, но также откликнулась и на вакансию репетитора. Мне назначили пробный урок с методистом. В итоге методист играл сложного ученика, опоздал на 20 минут и преподаватель должен был в средствовой ситуации провести урок, подобрать правильный материал. В общем, все прошло хорошо, мне сразу же назначили первых учеников и некоторые из них до сих пор занимаются, хотя я работаю уже более чем полтора года. Конечно, я понимаю тех, кому сейчас пришлось перейти на удаленку. Это не всегда может быть просто. Когда я только начинала, мне тоже было довольно сложно. У меня большая семья, я живу с мамой и двумя сестрами. Я бегала по квартире, говорила, закройте двери, у меня урок, заберите кошку, не кричите. В итоге сейчас для меня больше плюсов. Дома я чувствую себя более комфортно, расслабленно. Нет такого, как частные репетиторы или просто преподаватели в оффлайн-школах бегают из одного центра с сумками с учебники в другой центр. Как это часто бывает, они работают в разных школах. Во-первых, я никогда не работаю на диване с ноутбуком на коленях. Эта поза очень сильно расслабляет, и поэтому я стараюсь работать за столом. На фоне должна быть однотонная стена, либо однотонные обои, чтобы ничего не отвлекало ученика. Минимализм это приемлемо. Например, я надеваю белую футболку, либо однотонный джемпер и лайфхак для девушек. Если в камере вы с хвостом, то вы будете выглядеть как лысая. В основном ученики приходят с целью выучить английский для себя. Но была у меня такая ученица с уровнем pre-intermediate. Она хотела выучить английский язык, так как часто участвовала в психологических сессиях и всяких различных духовных практиках, где было много иностранцев. Они проходили как за границей, так и в России. Она хотела с ними свободно общаться, понимать и психологов и других наставников. И после очередной такой встречи или сессии она вернулась с новой целью стать переводчиком и переводить уже сессии других участников и психологов. Эта цель была очень смелой, хотя ученица была... у нее был очень высокий прогресс. Поэтому я обратилась к методистам, чтобы они помогли мне найти некоторые материалы по практике перевода на тему психологии. Материалы очень помогли. Мы с ней составили тематические уроки. Например, один раз мы даже разыгрывали сеансы психологической сессии, где я была и психологом и клиентом на русском языке, а она, соответственно, все это переводила на английский. И самое удивительное, что она уже ассистировала на нескольких международных фестивалях, присылала у них фотографии с бейджем переводчик. Это очень круто. Я бы любому преподавателю английского языка пожелала перейти в онлайн. По-моему, это просто прорыв. Некоторые сбиваются, когда слышат слово онлайн-платформа. Для меня тоже вначале это было непонятно, но это просто элементарно. И пользоваться ей могут все. Сейчас я вообще не могу представить, как это ездить к ученику домой, либо когда ученик ездит к тебе домой. Это очень много времени на дорогу, особенно в больших городах. Гораздо лучше работать с комфортом. Тем более в Skyeng очень много служб поддержки, как преподавателей, так и учеников. Методическая поддержка, техническая поддержка. Я рада была поделиться с вами своим опытом и надеюсь вам было интересно. Напоследок советую подписаться на канал SkyTeach. Здесь очень много полезных материалов, как и для начинающих, так и для опытных преподавателей. Следите за каналом и до встречи в команде Skyeng. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok